Приветствую вас, Дарья. Ну, во-первых, хочется сказать, что, да, конечно, возможно, и человека отпустить, да, и зависимости освободиться, что это возможно. Ну, да, важно понимать, что вы молоды, да, 18 лет, поэтому, в принципе, психика у вас достаточно гибкая, поэтому проблем таких вот серьезных, да, быть не должно. Ну, и если, например, у вас отсутствует сопротивление, да, то есть если у вас будет отсутствовать сопротивление, например, вот, то, в принципе, довольно быстро все это можно будет сделать. Потому что у вас зависимость, она, ну, наверное, не застарелая, да, она у вас, наверное, все-таки такая относительно недавно, и, соответственно, в тело вашей личности, она еще вплетена не так сильно, не так глубоко, вот. Вот, хотя, безусловно, бывают разные варианты. Дело в том, что любая зависимость, она является следствием. То есть любая зависимость, это следствие определенных внутренних проблем и следствие потребностей. Если эти потребности и проблемы, следствием чего, и стала зависимость, да, следствием чего и появилась зависимость, то, если проблема серьезная, то зависимость будет уходить тоже достаточно медленно, потому что, ну, человек сам, в принципе, меняется не так, чтобы быстро и следствием. Зависимость тоже будет уходить медленно, но если проблема ваша недостаточно средняя, а средняя проблема определяется по степени влияния на психику, да. То есть, вот, вы говорите, например, что я имею эмоциональную привязанность к плохому человеку, то есть здесь момент какой. Первое, вы прячетесь за терминами, потому что эмоциональная привязанность, это, конечно, звучит хорошо, но, как бы, не несет никакого смысла и никак не раскрывает суть проблемы. То есть, что такое эмоциональная привязанность для вас? Какое это чувство, например, ну, вот, просто какое это чувство, какое чувство вы испытываете, допустим, да, вот, это очень важно. Потому что, если вы склонны, например, все, или, ну, или много чего рационализировать, то есть объяснять, если вы вот прям склонны это делать, то я думаю, что за, как бы, за эмоци... э... вот этой вот эмоциональной привязанностью, вот, скрывается некоторый, э... конфликт, вот, который... Ну, вы пытаетесь, собственно, решить, ну, для себя, да, и это, вообще-то говоря, ну, вполне нормальная штука, то есть, ну, вполне нормальная штука, Вы пытаетесь решить, э... этот конфликт через, э... зависимость, вот, потому что, может быть, вы не знаете, э... другого способа, э... то есть, ну, э... Ну, может быть, может быть, может быть, э... другой способ вам нравиться, может быть, э... нравился бы, э... вот, э... если бы, э... там, не... какие-то моменты, если бы там не... э... не... какие-то... Противоречия, и так далее. Вот. Это, э... один момент. Следующий момент, э... на который нужно... э... обратить внимание... вам... Эа... Это-э... Что-очень вы называете человека плохим! Здесь не сложно, э... в принципе, э... догадаться, да, что... э... ну... как бы называя человека плохим, вы не помогаете себе таким образом от слова совсем, то есть вы не делаете для себя что-то хорошее, напротив, вы обесцениваете по сути то, к чему вы эмоционально привязаны, вот. Значит, вы это склонны обесценивать в себе как раз таким. И вот уже, как вы можете видеть, уже проявляется некоторое такое вот дело, проблемы. Что мне нравится то, что я считаю плохим, я себя за этакарю, но вот из-за этого я, например, вытесняю то, что мне хочется, из-за этого я запрещаю себе то, что мне хочется, и, соответственно, возникают трудности. Вот. Ну, мне, лично, лично мне видится ситуация вот такой. при том, что вы явно пытаетесь, при том, что вы явно пытаетесь написать и стоим out консультаций и osoby и можно узнать заразельцы паре исlez nós Arbundates и мы начинаем решать, например, если вы можете начинать загрузить едиотку, сразу наберя которые попробовать всю карьеру, попробовать вот тут concerning this example. Мы пытаемся сейчас на задержать, то есть не только Вот, и стоимость консультации узнать, и про практики спрашиваете. То есть для меня это, ну, такой, знаете, как бы уход в рационализацию достаточно, ну, достаточно серьезный. Уход в рационализацию и, соответственно, создание видимости того, что вы решаете проблему, хотя по факту, проблема не решает. Вот. То есть чем больше вы, вот, обращаете внимание на такие, такие детали, да, то есть вот, чем больше вы обращаете внимание, например, на, на практики, на то, сколько там, вам понадобится времени, да, сколько понадобится консультации, вот, чем больше вы обращаете на это внимание, тем, соответственно, больше вы отдаляетесь от решения конкретной проблемы, к сожалению, к сожалению, вот, своей. Потому что это вот то, что вы, ну, то, что вы в психологии принято называть избеганием, то есть вы избегаете таким образом проблематики. Вот. Вот. На своей проблематике. Что касается того, какие техники есть. Достаточно много, вам, в принципе, коллеги уже об этом сказали, я не думаю, что имеет смысл постараться, вот. Много есть техник, вот. Вот много есть подходов к решениям, значит, к решениям проблем. Вот, а важно, важнее понимать, чем заключается конкретно ваша трудность и конкретно ваша проблематика, а также важно понимать, какой подход подойдет больше вам. Вот, поэтому имеет смысл поисследовать профиль экспертов, поисследовать их ответы, поисследовать отзывы, возможно, и тогда вам будет, ну, несколько, несколько проще, может быть, определиться с выбором. Здесь не менее важным моментом является еще и то, что вызывает симпатию. То есть, ну, грубо говоря, что конкретно вызывает симпатию, или кто конкретно вызывает симпатию. Вот. То есть, допустим, если вам, к примеру, хочется поработать больше, там, например, со специалистом, который, ну, не знаю, который, может быть, старше вас, допустим. Это одно. Если вам хочется поработать, там, допустим, ну, к примеру, со специалистом, который, по вашему мнению, ну, мог бы как бы лучше несколько с вами взаимодействовать, допустим. Это другое. То есть, вариантов здесь много. По поводу стоимости, ну, в принципе, вам по стоимости вам сказали, да, то есть, указывая свои, как бы, расценки от меня. Думается, что это вполне справедливо, вот. Поэтому важно подобрать то, что подходит лично вам, вот. Важно подобрать именно те тарифы, которые произойдут лично для нас, и уже дальше можно будет работать. По поводу того, сколько, все зависит от сопротивления, вот, вашего. То есть, может быть, может быть, если сопротивление достаточно высоко, если сопротивления достаточно много у вас, то, конечно, потребуется побольше, побольше, побольше времени. Если же сопротивление не будет, да, например, или оно будет ниже, сильно ниже, вот, то все может решиться быстрее, быстрее, вот. Сейчас я вижу у вас как скорее наличие сопротивления, нежели чем его отсутствие, судя по тому, что вы пишете и так далее, вот. Понятно, что средства могут быть ограничены. Это, в принципе, тоже, в принципе, понятно. Понятно, что не у всех людей, ну, есть вот такая возможность, да, возможность, там, на постоянной основе платить. И, соответственно, в зависимости от этого, в зависимости от этих вещей, тоже можно давать какие-то практики, устанавливать частоту работы и прочее, прочее, прочее. То есть все это подбирается индивидуально, вот. Но, повторюсь, важно, важно понимать, какая у вас проблема на данный момент. То есть, как я уже сказал, зависимость, зависимость, именно зависимость. Проблемой самой по себе не является зависимость, это следствие. И вот, понятно, следствие чего, это очень важно. То есть, не скатитесь, как бы, в периферию, скажем так. Просто очень многие люди скатываются в периферию, и проблема в итоге не решается. Вот, они говорят, что это будет с вами, они говорят, что это ваш случай 100%, но, тем не менее. Вот, есть ощущение, что вы можете об этом возврат. Вот. Это то, что я могу вам ответ пока что. Вот, на данный момент. То, что я могу вам дать. Пока что. Вот, на данный момент. То, что я могу вам дать. именно что пока. Да, как бы, то есть, именно что, исходя, как бы, из той, ну, исходя из той информации, которую вы предоставили, вот, можно вам ответить, о, пока что, примерно так. Безусловно, если и когда с вами будет проведена работа, можно будет говорить о наличии уже других деталей, которые, собственно, и помогут вашу проблематику по итогу решить. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам, чтобы все разрешилось, да, чтобы специалистов не нашли, вот, ну, того, который вам подойдет во всех отношениях. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи! Удачи! Продолжение следует...